Дальше говорит шейх, разъясняя слова шейху Руссам Тайми То есть, что значит, что я свидетельствую, признаю, что нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха, субханаху ва-та-а-ля То есть, дальше приходит, он один, только он, и нет у него сотоварища То есть, эти два слова, почему приходятся? То есть, они утверждают значение того, что ты сказал до этого То есть, ты сказал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Один он, и нет у него никого сотоварища То есть, они как бы одно значение несут, так же Но ты как бы подтверждая, еще утверждая, утверждая, что он только один, никого нету То есть, для чего повторяешь? Чтобы, то есть, еще больше как бы утвердить то, что ты сказал То есть, так же ты отрицаешь и подтверждаешь То есть, мы знаем, что ля-ля-ля-ла строится на отрицании и подтверждении Отрицаешь все божества, помимо Аллаха, подтверждаешь одного только Аллаха То есть, здесь отрицание божественной сущности или же права на поклонение от всех, кроме Аллаха, и утверждение этого права или же этой божественности Аллаху. И поэтому слова «Вахдагу» – один только Он – это у нас утверждение чего? Подтверждение или же отрицание? Подтверждение. Ты говоришь, только один Аллах, достоин поклонения. А «Ля шарикаля» – нет у него сотоварища. Это что у нас? «Ля Иллаха» – как будто бы ты сказал. «Ва каулеху икраран бихи ватаухейдан» – также слова его дальше, как он сказал, не просто там утвердил один раз, еще дальше утверждает. Говорит, я подтверждаю это, я уединяю Аллаха в поклонении. Также это подтверждение того, что было до этого. «Ва каулеху икраран бихи ватаухейдан» – это утверждение языком и единобожием. Каким образом? Проявляя искренность во всех видах поклонения. Как в словах, как в твоих делах, как в твоих убеждениях. Потому что мы должны знать, братья, что у нас что? Слова, дела, убеждения. То есть убеждения – это, братья, поклонения. Потому что если человек убежден, что что? Например, что Аллах над небесами. Это, братья, поклонения. То есть твое поклонение сердцем. И языком то, что ты говоришь «Ля Иллах, Ля Иллах», делом, например, молишься. И так далее. И противоречит Таухиду у нас что? Ширк, братья. То есть многобожие. Что такое многобожие? Это тасвит или гайрилляхи билляхи фима хуа мин хаса и салла. Это предавание, то есть или же уравнивание вместе с Аллахом кого-то другого в том, что принадлежит только одному Аллаху, Субхану Аталу. Как поклонение и так далее. И тому подобное. Дальше, то есть шейх Улислам что сказал? И я свидетельствую, что Мухаммад является его рабом и посланником. То есть Аллах, Субхану Аталу. Что это значит? То, что я подтверждаю своим языком и имею это убеждение в своем сердце, что Аллах, Субхану Аталу, отправил или же послал своего раба Мухаммада, Субхану Аталу, ко всем людям. Почему так мы сказали? Потому что свидетельство для этого посланника, Алейсалату Асалам, пришло у нас вместе с каким свидетельством? Что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Субхану Аталу. И не хватает произнести одно свидетельство без другого. Поэтому тот, кто поклоняется одному только Аллаху и отрицает послание Мухаммада, Субхану Аталу, является неверующим. Неверующими. Тот, кто подтверждает, что Мухаммад является посланником, но не поклоняется одному только Аллаху, является кем? Является неверующим. Можно даже привести пример, что, например, иудеи, они поклоняются по сути одному только Аллаху. То есть, ширка у них явного, есть у них понятное дело, но как бы по канонам их, потому что они говорят, нет ширка у них. Но они не признают Мухаммада. Отсюда они вышли землики. Что касается христиан, они что говорят? Что Мухаммад, он посланник. Часто они говорят так же, даже это в сегодняшние дни, некоторые из них говорят, что Да, Мухаммад посланник, но поклоняются ли они одному только Аллаху, нет у них там отец, сын, святой дух и так далее, бабушка, прабабушка, дедушка. Хорошо. И что следует, братья, нужно знать из свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаху, это подчиняться в том, что он повелел, то есть верить во все то, что он сообщил, то есть остерегаться от всего того, что он запретил и порицал, и что нельзя поклоняться Аллаху, кроме как через шариат Мухаммада, если, например, человек сегодня скажет, ох, Субханана, на гунаджаса какая-то попала, взял, отрубил это место и скажет, почему, что в шариате Муса было так, примем это или нет, то есть он перед Аллахом, Субханана, будет грешником. Или же, что сделал, согрешил и хочет того, что сделал, пошел, сам себя убил. Что мы этому человеку скажем? Ты скажешь, ты еще грех добавил. А он тебе скажет, нет, Субханан, он этот сам Муса же повелел своим, эти самые, своим сподвижникам, своим апостолам и так далее, чтобы они это сделали так же. То есть в его шариате было так, сегодня у нас другой шариат. Хорошо. Хорошо. И нет в этом проблем, потому что Аллах Субханан сказал, для каждого из вас мы сделали свой шариат и свой путь. Свой шариат и свой путь. Например, Юсуфу поклонялись, то есть именно сучуд делали. Поклонялись в каком плане? Не поклонялись, как Айбада, а сучуд, возвеличивание, приветствие это было. Или же Адаму, например, Аллах Субханан повелел всем ангелам спуститься, то есть земной поклон перед Адамом, так же приветствуя его. В нашей уме это нельзя, ни в коем случае. Так же? Хорошо. То есть в словах является то, что Мухаммад является рабом и посланником Аллаху. Опровержение. Здесь опровержение тем, кто проявляет чрезмерность или же упущение по отношению к посланнику Аллаху. Что касается чрезмерствующих, они, то есть настолько их чрезмерствующих довело, что они подняли его выше его, то есть сущности раба, то есть Аллах Субханан, Упрок, Аллах Субханан, является одним из рабов Аллах Субханан. И они подняли его на этот сам франк Господа, Субханан, начали у него просить там и так далее. А что касается тех, кто наоборот проявляет упущение, они просто выкинули то, с чем он пришел, то есть за свои спины, то есть оставили этот шариат. Как будто бы он не является посланником, в принципе, Субханан, некоторые из них, братья, говорят вот так, как братьями вчера обсуждали, в своих книгах, табакату-с-суфия, например, то есть разъясняя своих там суфийских шейхов, имамов и так далее, говорят вот так. То есть ты можешь там прочитать. И он, да благословит его Аллах, да будет им доволен Аллах и сделает его довольным им, не молился ни джума, ни джамаа. Аллаху Акбар. То есть говорит, что да будет доволен им Аллах. Или же он, например, занимался мужеложеством, имам. Или же он, например, в каких-то там деревнях и так далее, суфийских, закон, то что если молодожены поженились, то первые, то есть право брачные ночи возвращаются к шейху этой деревни и так далее и тому подобное. Аллаху Акбар. Или же кушают его экскременты, желая бараката этим и так далее и тому подобное. Субханаллах. А когда говоришь им про пророка, алей саляцам, говорят, Субханаллах, парица и ахля сунна говорят, вы, говорит, передаете мертвого от мертвого, от мертвого. А мы, говорит, передаем от живого, который никогда не умрет. Говорят, хаддатани кальби арабби. Мне мое сердце от моего Господа передал. Во сне увидел что-то и пошел. Аллаху Акбар. Говорят, что, что, как Аллах, Субханаллах, сказал, Поклоняйся своему Господу, пока не придет к тебе убежденность. И они говорят, убежденность в каком значении? То, что как только у тебя иман настолько поднимется, что все, то, что с тебя шариат снят, зина делай, садом и гамора, что хочешь делай, говорят. Субханаллах, с мужчинами спи, с женщинами, что хочешь делай, не будешь ты спрошен. Почему? Потому что все, в принципе, ты не спрошен за это. То есть ты должен, и не поклоняешься. Они, то есть, в принципе, не молятся. Молитва, говорят, это для вас. То есть, Аллаху Акбар, они, Субханаллах, настолько хотят этого или не хотят, они хотят этого, потому что они братья из аулия в шейтан, опускают своего пророка, алейхиссалату ассалям. То есть, как будто бы он говорит, что вот этот шейх достиг этой степени, что касается Мухаммада, алейхиссалату ассалям, как приходит в достоверном хадисе от Аиши, Кана ябуду ллах хатта татафаттара кадама. Его эти самые пятки трескались, Субханаллах, от того, сколько он стоял, братья. Субханаллах, начинал суру Бакара, сподвижник говорит, что я думал, что он на сотом аяте закончит, продолжит, ну на двухсотом. Говорит, ладно, закончит и в руку пойдет. Нет, потом Ниса начал суру, потом начал Али Аймран, и тогда только пошел в руку, Аллаху Акбар, таким образом поклонялся. Что Аиша удивилась, говорит, Ты столько поклоняешься, в то время, как тебе Аллах простил то, что ты сделал, и то, что ты сделаешь, Субханаллах. То есть, ладно, то, что сделал хорошо, может дальше загрешить. И то, что ты сделаешь, все тебе прощено Аллаху, Субханаллаху. И что говорит Мухаммад, Субханаллаху, Али Ассаляму. Неужели мне не быть тогда, как сказать, благодарным, неужели мне не быть тогда благодарным рабом Аллаху, Субханаллаху? А эти что говорят, Субханаллаху, Алихим мин Аллахи мая сахикун, им Субханаллах, от Аллаха, то, чего они достойны. Что говорят, то, что все на шейх, в принципе, не будет спрошен. То есть, насколько они, братья, нет, у них никакой любви. Поэтому, братья, даже это мне лично случалось, что когда ты что-то говоришь про их каких-то там устазов и так далее, братья, они начинают злиться. Я, говорит, не успокоюсь, вот так говорят, мне лично это я слышал, я не успокоюсь, пока кровь не будет литься по такому-то, такому-то, по твоему лицу и так далее и тому подобное. Я одному из них сказал, брат, вот просто мне интересно, вот если кто-то сейчас порочит твоего шейха, хорошо, у тебя вот такая реакция, хорошо. А если бы при тебе он бы про Абу Бакра что-нибудь сказал, что бы ты сказал ему? Братья, у Аллахи этот человек что мне сказал? Да, дела мне нету, говорит Абу Бакра. Субханалла, ля и ля и ля и ля, братья. Это, братья, такие страшные слова, что эти люди не знают, братья. Субханалла, в Аллахи постоянно мне обидно это бывает. Братья, мы настолько не знаем сподвижников, Аллахи порока, алей саляту и салям, что у нас нет вот этой любви и возвеличивания сподвижников. То есть человек может себе позволить такие слова, субханалла. То есть, в Аллахи, если кого-то из нас, братья, про отца что-то скажут, мы начинаем злиться или же про брата, или же даже про друга, злиться, субханалла. А когда сподвижников порочат, да вообще как будто мне ничего не случится, да, у тебя в общем, да, заблудший говоришь. Аллаху Агбару, у тебя должно, субханалла, сердце просто сейчас выпрыгнуть из тебя должно, когда говорят что-то про сподвижника пророка Алейсарац. Насаруму, субханалла, помогали они пророку Алейсарац. Субханалла, своими телами защищали Мухаммада, саллаллахи салям. Это великие дела, субханалла. И это надо обязательно знать. И все это мы узнаем, братья, иншалла, из подобных этой книги, иншалла, если Аллах облегчит, дальше еще у нас есть хорошие планы с братьями по другим очень хорошим книгам, хадисам. Пусть Аллах облегчит нам. Хорошо. Поэтому, если мы свидетельствуем о том, что он является рабом Аллаха, эти мы отрицаем чрезмерство тех, кто поднимает его выше его положения. И поэтому, то, что мы уже сказали, что от нас требует эта шахада, что он, Мухаммад, является рабом Аллаха, его посланником, алейхиссалату ассалям. То есть, веровать в него и подчиняться ему во всем том, что он нам приказал, повелел. Верить во все то, что он нам сообщил. То есть, отстраняться от того, что он запретил. И следует за его шариатом. Что касается подчинения ему, понятно. Отстранение от того, что он запретил, понятно. То, что поклоняться Аллаху нужно только через его шариат, понятно. И верить во все то, что он сообщил. Здесь, братья, как Аллах сказал, веруют они вскрытое. То есть, даже то, что тебя удивляет это немножечко, когда ты это читаешь, как будто бы, как так может быть, все равно ты обязан доверить. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, когда рассказывал про одного человека, который оседлал корову. Оседлал корову, хотел на ней поехать. И он рассказывал, Мухаммад, алейхиссалату ассалям, сказал, что корова развернулась, сказала, я не была создана для этого. То есть, я не создана для того, чтобы ты меня оседлал. И один из присутствующих удивился, сказал, то есть, корова заговорила. И пророк, алейхиссалату ассалям, разозлился. В то время, по-моему, даже я, насколько помню, Омара и Абу-Бакра не было в маджлисе в этом. Он сказал, что касается меня, Абу-Бакра и Омара, мы верим в это, а ты делай, что хочешь. То есть, какие-то вещи, даже если тебе кажется удивительными, нужно верить в это. И это, в Аллахе, ты узнаешь, что оно действительно так и было, или же будет, как об этом сказал пророк, алейхиссалату ассалям. Сколько у нас есть этому подтверждений. То есть, братья, как у шейха ль-исلامа, есть целая книга. То есть, отстранение или же опровержение тем, кто заявляет, что есть противоречие между разумом и тем, что пришло от Аллаха, посланника, то есть, от шариатских текстов. Не может быть этого. И если даже вдруг тебе кажется, что есть какое-то противоречие, чему мы даем предпочтение? Разуму или же тому, что пришло от Аллаха и пророка, алейхиссалату ассалям? Естественно, шариатским текстом, в этом заблудились, ашарииты, муатазилиты и так далее. Они говорят, что нет, разум нужно ставить выше, потому что Аллах для этого нам разум и дал. И тогда мы можем привести им пример. Хорошо. Есть ли где-то наводнение? Каким образом обычно от наводнения спасаются? Куда-то наверх поднимаются, так же? Вот, например, самая вышелкая гора, поднялся на нее, ты, иншаллах, спасешься. От чего? От наводнения, так же? Хорошо. Что случилось во время, братья, народа Нуха? Его сын не залез к нему в ковчег, и он сказал, иди сюда. И он сказал, нет, саауи ля джебаль, я ассиму не минальма. Я, говорит, вон на ту гору поднимусь, она меня спасет. Оно же, по сути, логично, так же? На гору поднялся, какая тебе вода достанет, так же? Он сказал, ля ассим аль йом. Говорит, сегодня тебя ничего не спасет. И это, братья, это текст. То есть у нас здесь, смотрите, слова этого сына, это что у нас? Это у нас акль, так же? Это у нас разум. Слова Нуха, алейхиссалям, это что у нас? Это у нас, братья, вахи, братья, это то, что, то есть откровение от Аллаха, субхану и т.д. Что в итоге случилось? Утонул он так же? То есть поэтому, братья, всегда, когда ты свой разум выше ставишь, вот так ты тонешь, субхану. И это, братья, мы видим в этих людях, которые оставляют весь шариат, субхану. Поэтому ты, когда человека видишь, даже пусть он будет слабым, но он из числа аглю сунна, у него вид бывает, когда ты, то есть на него смотришь и смотришь, веришь, что этот человек на сунне так же. А что касается, братья, ученых степеней ашаритов, ну атазилитов и т.д., которые, братья, заканчивают докторские, и тогда магистратуры, докторантуры и т.д., приезжают на кого они бывают похожи, субхану Аллаху? Так же? Вы на кого-то уборщика, субхану Аллаху, где-то в Америке похожи бывают так же? Вот такой гладко выбритый костюм там и т.д. Аллаху Акбар. Что это такое? Это твоя религия, что ли? Аллаху Аль-Устан. Аллаху Акбар.